Гродно-Арзот, Георгий Гродно, Горводоканал и отдельный мой респект и уважение. Радио Гродно! На протяжении всех этих дней мы с ужасом наблюдали, что творится у нас в стране, у нас в городе. Это ужасно. Мы пришли сюда, чтобы разделить эту боль с этими людьми. Мы очень солидарны и солидарны с требованиями жителей этого города. Судя по всему, действительно освободили практически всех политзаключенных в нашей области. Сегодня во второй половине дня мы смогли найти всего лишь 7 человек, которые, по нашим сведениям, все еще удерживаются. И из них, как минимум, троих, если я не ошибаюсь, отпускают прямо сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лукашин! Лукашин! ...менить решения, вынесенные по административным делам за участие в мирных акциях, вернуть уже облаченные штрафы, лично принести публичные извинения всем задержанным. Раз-два. Мы договаривались. Три минуты и по первому требованию. Мы требуем незамедлительной отставки президента Лукашенко Александра Григорьевича. Мы хотим по порядку услышать ответы на свои требования. Ответы на свои требования. Больше ничего. Лукашин! 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 Что касается требований, которые не относятся к компетенции органов местной власти, мы отправим все ваши обращения, все ваши посылы правительству, президенту и Центральную избирательную комиссию. Мы, как органы представителей и исполнительной власти, собрали руководящий корпус и сказали, полная самостоятельность трудовых коллективов. Хотят бастовать? Бастуйте! Не хотят? Работайте! Текущие выборы сфальсифицированы или нет? Ответьте, пожалуйста, коротко. Простой вопрос. Да, либо нет. 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 Нет. Дорогие гражданинцы, я, дайте сказать, я дежурила на выборах. Поднимите руку. Поднимите руку, кто был вместе со мной на избирательных участках. Я дежурила до закрытия. Спокойно. На одном участке в кооперативном техникуме. Где? Где? На кооперативном техникуме было посчитано все идеально. В училище Олимпийского резерва в кооперативном техникуме победила Тихановская. И это было правда. В училище. В училище Олимпийского резерва победил Лукашенко. И это тоже правда. Не у нас. Не у нас. Не у нас. Не у нас. Прекретные требования. Не двусмысленные. Практически все требования, за исключением минимума какого-то, были проигнорированы. Нам говорят, что все отпущены. Скажите, все отпущены? Нет. Более 70 человек еще остаются без вести пропавшими в нашей стране. Как такое может быть в мирном государстве в 21 веке в центре Европы? Нет. Забастовка. Вы слышали уже, я говорил. Это основное, с чего боится действующая власть. Она не сможет долго терпеть этот вид протеста. Забастовка. 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 Сегодня на своей посередине ее развяз подавляющей большинство не признал Александра Лукашенко переводшим на выборы. Я ответил ее в официальной нон-кратов европейских связей. Это наша звонит Ромона. Живи, Ларусь! Живи! Живи, Ларусь! Живи! Живи, Ларусь! Живи! Мы состракаемся завтра в 19 и снова тут. Говорили у меня, когда светало вдали. Мы с ним у дверей стояли, и тюлени мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем. И если их не разрушим, то заживо здесь к неем. Давай разрушим эту тюлень.